всем привет сегодня мы будем плести небольшой короб я решила сплести его для себя для документов чтоб документы не валялись по всем полкам а были аккуратно сложены в одном коробочке к нему я еще сплету потом крышку вы не забывайте подписываться на канал кто еще не подписался а мы приступаем я взяла дно двп к нему при степлером строительным приделала наши трубочки стоечки и теперь буду оплетать их веревочкой из 4 добавляю 3-4 трубочки наши рабочие и приступаем к нашему плетению берем самую правую трубочку заводим за свободный стоячок и так проплетаем по кругу как закончила я эту веревочку из 4 у меня к сожалению произошел сбой в ролике но на верхнем этапе вверху будет тоже веревочка и там я покажу подробно как ее закончить в принципе она заканчивается также окончание такое же как и веревочка из трех я буду также подставлять еще стоечки у меня вот сейчас как вы видите по две стоечки прикреплена но у меня будет их три мы их прикрепим после чуть чуть позже подставим сейчас мы проплетаем веревочку из 4 стойки должны быть сухие трубочки должны быть влажные как обрабатывать трубочки смотрим у меня на канале также новичкам с предлагаю посмотреть плейлист для новичков кто не знает как найти видео на ролике нажимаете на имя мастера у меня это рукоделкин лена и попадаете в нашу во все наши видео вот здесь вот я говорила что проскочила закрытие ряда но путь потом позже я его покажу дальше я проплела веревочка из трех соответственно одну трубочку я обрезала и осталось у меня три трубочки плетем веревочку из трех проплетаю один ряд закрываю его после чего буду добавлять наши уже стойки чтоб у нас было по три стоечки как креплю я наши стойки к дну двп у меня также есть ролик на канале посмотрите там есть отдельные ролики по донышкам заканчиваем веревочку из трех берем сначала левую потом среднюю потом правую правая должна заходить всегда за помеченной стоячок за самый первый наш стояк теперь мы будем добавлять наши стоечки хоккей говорила так как расстояние я специально оставляла между стойками большое чтобы у меня как раз три стоечки хорошо себя чувствовали между стоечками вот этими тремя у меня где-то два два с половиной сантиметра расстояние такое прилично я решила попробовать обычно я делаю меньше где-то два сантиметра полтора здесь у меня где-то два с половиной также смотрите я в углах подставляю шпажки и в углах у меня тоже три трубочки углом идут а внутри там шпажка еще чтобы углы были четче тверже и осторожно проплетаю еще один ряд веревочки из трех после того как я его проплету я перейду на ситец обрезав лишние трубочки здесь мы вот подошли к окончанию ряда также закрываем ряд как и закрывали и обрезали наши лишние две трубочки осталась одна та которая была запомеченной стоечкой и теперь плетем ситец ситец у плетется обычный без догонки потому что у меня получилось нечетное количество стоек если у вас четное значит у вас будет сидеть в догонку как это плести если кто-то не знает смотрим на канале ролики проплела я определенную нашу высоту которая мне нужна была теперь добавляем еще верю трубочки рабочие и плиту веревочку из трех буду делать также как снизу аналогично чтоб узор соответствовал проплетаем осторожно веревочку из трех по кругу проплела я веревочку из трех ногти два ряда теперь мы обрезаем наши стоечки две стоечки я пока обрезаю одну оставляю чтобы можно было зацепиться веревочкой из четырех следующую что будет у нас ряд так как мы будем наращивать новые трубочку для загибки загибка будет разга обрезаем лишнее подставляем нашу еще одну трубочку с веревочки из трех переходим на веревочку из четырех осторожно придерживая и проплетаем аккуратно не в натяг нашу веревочку из четырех после того как мы ее проплетем мы добавим обрежем наши вот эти стойки и добавим на их место новые увлажненные стоечки и из них будем плести разгум закрываем ряд как я и говорила что я внизу не показала здесь я показываю закрываем так же как веревочка из трех только заходим перед тремя за четвертую веревочка из трех делается за перед двумя за третью здесь идет за четвертую все аналогично и последняя трубочка всегда должна заходить за помеченный стоячок за самый первый трубочки рабочие я просто обрезаю можно их спрятать внутрь в плетении я их просто обрезаю вот это место которое у нас мы закончили ряд нужно слегка придавить меряем обязательно линейкой чтоб у вас короб был одинаковый со всех сторон если где-то надо придавили слегка где-то подтянули вверх обрезала наши трубочки лишние и будем плести разы разгу нашим теперь подставляем наши трубочки увлажненные старые обрезаем подклеиваем их обязательно чтобы у вас ничего не повыскакивало во время плетения такой короб подойдет новичкам его вообще не сложно плести он очень легкий загибаем нашу первую стоечку осторожно ее поправляем чтоб не было заломов загибаем стойку за разгу я буду плести не из трех а из четырех так как у меня вверху веревочка из четырех я решила также продолжите разгу делать можно плести из трех можно плести из четырех из пяти как вам угодно мы будем плести из четырех загибаем нашу последнюю трубочку выходят видите четыре трубочки теперь берем нижнюю заводим за свободный стоячок угол придерживаем чтоб он был углом так как форма у меня уже закончилась высоту обрезаем нашу трубочку осторожно под углом чтоб она не выскочила придавливаем ее нашей стоечкой соседней укладываем параллельно если вам надо объемная чтобы была загибка значит укладывайте горизонтально ну вверх вертикально то есть извиняюсь обрезаем следующую укладываем рядом следующий стоячок так мы продолжаем до конца ряда по кругу в следующий стоячок так подошли мы к окончанию нашего ряда обрезаем нашу трубочку теперь мы берем наш стоячок заводим его опять рядышком теперь берем опять нашу рабочую трубочку осторожно огибаем угол и продеваем его уже в предыдущий стояк в наше пустое место так как я плету на большом расстоянии между стойками и плюс еще веревочка из четырех то плести довольно таки очень легко потому что расстояние большое и не надо никуда напрягаться ничего просовывать все легко проходит вести главное чтоб нигде у вас ничего не выскочило теперь укладываем туда же наш стоячок в это же отверстие продеваем и укладываем параллельно теперь берем также сейчас вытащу кусочек формы чтобы она не мешала теперь берем нашу опять трубочку и продеваем в следующий стоячок здесь под низу там наверх слегка примяли чтоб удобно было заводить и не погнуть трубку и положили параллельно ее мы обрезаем теперь эту трубочку и такую манипуляцию мы проделываем до конца плетения последнюю трубочку мы тоже также обрезаем под корешок и на этом загибка будет закончена и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok